И еще одно событие. Хабаровские журналисты сняли фильм про Донбасс. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите. В студии программы «Политпрайм» есть, если можно так сказать, руководитель съемочной группы фильма Дмитрий Моженко, председатель совета директоров информагентства «Аврора Медиа» и руководитель общественного движения «Верю Хабаровск». Привет. Привет, Слава. Вообще, как появилась идея снять фильм? Ты знаешь, здесь было два каких-то таких события, они были небольшие. Я их просто так раскручивал. Как мы пришли к этому моменту, раскручивал у себя в сознании. Первый момент был, туда, на Донбасс, уехало много хороших людей отсюда, которые там работали. Они все из фильма. И мне пришло видео, где наш губернатор в спортивном зале бьет груши. Как-то оно так отложилось на подкорке, но дальше не пошло. А потом уже начали появляться сюжеты, связанные с тем, что там производились какие-то работы. И потом они сопоставились вместе. И стало понятно, что это какая-то большая история. И в этой большой истории за телевизионным кадром можно видеть просто, где-то произвели работы, куда-то съездил губернатор, ударил по груши. А стало понятно, что наши ребята-то там находятся в зоне доступа хаймарсов и 777 гаубиц. И что там есть более глубокие вещи. А когда нам начала оттуда приходить информация, связанная с тем, с чем столкнулись там с точки зрения Дебальцевского котла, как происходили эти события, эта большая битва 2014-2015 года, с какими зверствами столкнулись, мы поняли, что в эту историю надо погрузиться. Когда погрузились, ну это было большим откровением. Откровение заключалось в том, что мы поняли, что какое-то количество дальневосточников, а на самом деле это целые отраслевые министерства, они сплотились, они приехали оттуда совсем с другим отношением друг к другу и другим отношением к себе. И это вот в формате именно команды Хабаровского края мы и попытались изложить продаж. Я бы абсолютно согласен, надо больше показывать своих, потому что если ты их не покажешь, ну федеральные каналы, у них вот свои задачи, они редко упоминают там помощь Хабаровского края именно, у них много регионов, да, надо рассказывать больше про своих. Тем более, что эта миссия, вот губернаторское решение взять Дебальцева под опеку, она же миссия, она большая с точки зрения СВО и с точки зрения, ну мы на самом деле сейчас ведем войну, с и коллективным Западом, пускай это шаблонная фраза, и это такая штука о единении, а в период драки всегда надо, чтобы были вместе те, кто находится в состоянии. Было все это организовать и объединить. Я знаю, что много людей туда ездит, но каждый раз это режим секретности, там, это все-таки риск для жизни. Целый фильм собрать из таких видеоматериалов сложно было? Слав, конечно, сложно, и это был какой-то период такой суточной, круглосуточной работы и редакции, и ты знаешь, огромное количество материалов не зашло в фильм, и огромное количество, с учетом того, что есть некие такие морально-цензурные моменты, связанные со зверствами национальных батальонов, мы не вкладывали. Мы взяли только такие поверхностные вещи, которые можно пускать в паблик. Поэтому за кадром, на самом деле, еще, наверное, полтора фильма подобных, но мы сконцентрировались именно вот на этой квинтэссенции, которую выпустили. Что тебя удивило больше всего? Вот я честно могу сказать, что до определенного момента он думал, что все эти страшные сказки про зверства нацистов на Донбассе, это все вот преувеличение. Только когда я стал общаться с людьми, которые сами лично это пережили, которые оттуда приехали, я понял, что действительность, она даже страшнее, чем нам ее представляли, что мы слишком долго жили в розовых либеральных очках. Вот правда она страшная. А для тебя что было шоком? Ты знаешь, у меня сейчас в глазах рассказ нескольких человек, с которыми работала редакция в период съемок. Маленький фрагмент порядка пяти женских тел после ухода национальных батальонов с территории, прилегающей к Дебальцево, с монтажной пеной во всех физиологических отверстиях. Это маленький пример, что меня... Это даже не удивление, это, знаешь, такой какой-то вот моральный какой-то надлом, что ли. Вот, наверное, даже так это можно назвать. Ну да, и разумеется, это нельзя показывать. Вот людям нельзя вот плескивать то, что в тебя попало. И еще моментом удивления был, знаешь, такой хороший момент, лицемерие. Лицемерие мировое с точки зрения того, как работает масс-медиа, где вот представляется, что российский оккупант и западный освободитель. И мы вот сопоставляя события, на тот период наша группа, вот команда Хабаровского края находилась там, и это был период отступления из Херсона. И когда, ну я думаю, что многие видели эти кадры, когда херсонские учителя, которые поддержали нас, русских, там сбрасывались в ямы. Никто даже не упомянул. Да. Вот в этом. И когда говорят, что мы захватчики, и сейчас вот мы работаем там со следующими продакшенами, ну фильмами, связанными с Донбассом, когда мы видим, что Мариуполь отстраивается, и едет машина вдоль свежевыстроенных микрорайонов, вот он, русский освободитель. Именно русский освободитель, а не западный. И вот он западный оккупант с учителями, сброшенными в карьер мертвыми телами. Я с тобой абсолютно согласен. Для меня самого это было крушением некоторых даже профессиональных представлений. Я все равно долгое время считал, что есть западная журналистика, с которой мы в свое время брали пример. Вот есть там определенные принципы, которые никогда не нарушаются. Главный принцип объективности подачи информации с двух сторон. Сейчас это нарушается вот практически всегда. Я даже не помню пример, когда бы мировая пресса хотя бы попыталась выслушать нашу точку зрения. Слав, он нарушается с двух сторон. С одной стороны, вот это ложь и лицемерие. На примере Буччи. Мы сейчас работаем с фильмом в отношении Буччи. И с учетом того, что там наши дальневосточные соединения на той линии фронта действовали. И вот эта постановка с Буччи – это просто трэш. Какое это было театрализованное представление. Грубо говоря, у нас… Причем в этом оказались замешаны десятки, сотни, тысячи людей, вроде профессионалов в журналистике. Все это раскрутить. Ну, они же прекрасно видят. Но с первого кадра видно, что это постановка. Ну, это просто белыми нитками шипа. Слав, а мы смогли достать сейчас, находимся в ВКонтакте, я думаю, что получим контент, ну, взаимодействуя с этим человеком, мы смогли достать очевидца. Человека, который находился там, это представитель французской миссии гуманитарной. И он четко подтверждает это. То есть это не из кадра следует, что это постановка. Об этом говорит один, два, три человека. И вот один человек у нас будет в кадре. Фильм мне понравился тем, что он очень обстоятельный. Я сам зануду люблю, когда вот по полочкам раскладывают. Начинается с предыстории, можно посмотреть. Мне это понравилось. Для вас важно было вот разложить все по полочкам, рассказать все по порядку, с таким вступлением. Слав, а ты знаешь, вот телевизионный формат, он же формат такой. Он формат спринтерский, да, короткий. И вот в глубину в нем сложно уйти. Почему? Потому что, ну, ты это чувствуешь, да? Мы часто в тайминге, да, даже сейчас мы ограничены в студии, потому что нам нужно проговорить там коротко, потому что есть там сетка. А здесь можно погрузиться в глубину. А именно в глубине же появляются эмоции. Именно в глубине получается какое-то цельное понимание. И связь от государственного периода 2014 года с необходимостью, ну, то есть с губернаторским решением работать с Дебальцева, работать с Донбассом, она прямая. И она идеологически правильно прочерчена. И поэтому мы ее приняли решение вложить в сюжет. Я не буду ни в коем случае пересказывать содержание, пусть люди лучше сами посмотрят. Он же достаточно набрать название. Команда Хабаровского края... Миссия на линии огня, команда Хабаровского края, да? В сердце Донбасса. В сердце Донбасса, да. И, ну, на всякий случай, добавьте «Авроры». «Авроры», да. «Авроры» вы найдете. Но вообще трудно ли фильм продвигать в соцсетях? Видите, я знаю, даже в выпуске программы «Политпрайм» периодически блокируют в Ютьюбе, если там упоминание, какой-то кадр лишний прошел. У тебя там много чего с точки зрения Запада сказано лишнего, а тем более показано. Слав, мы начали работать в режиме неких хитрых схем, связанных с работой с иностранными агрегаторами. И мы пропустили этот файл через определенную цепочку, и поэтому он зашел. У нас огромное количество контента, которое выбросил Ютьюб, отправил к нам страйки, и у нас канал был определенное время вообще в режиме моратория и под угрозой. Поэтому ты прав, абсолютно ничего не изменилось. Также стреляют в наш контент. Также можно открыть Ютьюб и в поисковом запросе получить какой-то сюр со стороны западной пропаганды или Центра специальных операций «Украинский». И наш получить в страйке – это факт. С нетерпением я жду фильм про Бучу, потому что это меня с самого, вот, за дело с самого начала и не отпускает. Мне хочется, чтобы мир увидел правду. Возможно, благодаря тебе хоть кто-то поверит. И суть заключается в том, что это наши люди, это наши парни, которых здесь можно встретить на улицах, в магазинах, и их обвинять в таком свинстве – это цинизм. И мы сделаем их имя белым и имя героями, потому что они такими и являются. Тогда надолго не прощаемся. В студии программы «Политпрайм» был Дмитрий Ноженко, председатель Совета директоров информационного агентства «Аврора Медиа», руководитель общественного движения «Верю в Хабаровск», ну и один из авторов фильма «Команда Хабаровского края в сердце Донбасса». Это была программа «Политпрайм». С вами был Вячеслав Коренев. До встречи. Через неделю продолжим говорить о политике. Редактор субтитров А.Семкин